Я поклон кладу даю дары, веселая нам новина породила Дева Сына, Мария, Мария, Мария. Рождественские встречи посвящены главному православному празднику Рождеству Христову, а потому не случайно то, что на концерте звучали православные песни и калятки в исполнении детей и взрослых. Благодаря им гости могли вспомнить старые православные традиции и насладиться атмосферой волшебства. Традиционно у нас очень много рождественских праздничных песнопений, которые славят родившегося Христа, младенца. У нас впервые в этом году участвуют гости из города Кубрина, это образцовая вокальная студия «Крыница». У нас впервые участвует музыкальная студия «Радость моя» из города Высокого. И традиционно у нас приходит в гости праздничный хор Воскресенского собора города Бреста, ну и также обширная программа образцовой студии эстетического воспитания «Океан». На мероприятии в качестве почетного гостя присутствовал Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский, которые на протяжении уже многих лет посещают праздник, рождественские встречи, поздравляют зрителей и участников концертной программы с праздниками. Мы являемся свидетелями именно вот этого доброделания, когда особенно дети прославляют родившегося Бога Младенца Христа. Этим самым они от своего чистого сердца показывают вот эту доброту, доброту и нам, взрослым. Ведь каждый из нас, смотря на этих детей, вспоминает свое детство. И, конечно, в этом залог будущего. Рождество, Рождество, Свет надежды, любви, торжество. Рождество, Рождество, На весь мир и покой. Помимо рождественских песен и танцев, гостей ждало театрализированное представление. Большой подарок для самых маленьких по мотивам одноименной сказки Льва Устинова. Воспитанники образцовой студии «Океан» рассказали историю о том, как кто-то в лесу потерял совесть. Яркие образы героев, музыка и сюжет завораживали зрителей и никого не могли оставить равнодушным. Это воспитание детей и нравственное, и эстетическое воспитание, это раскрытие их талантов. И, конечно, это альтернатива многим занятиям, которые, ну, к сожалению, дети сейчас в гаджетах и так далее. Но здесь мы просто и радости детям, и огромный, огромный воспитательный потенциал в этом творчестве. Рождественские встречи – хороший повод обратиться к сказке, тем более, когда в ней так много поучительных моментов. Не зря говорят, сказка – ложь, да в ней намек.